Я думаю, что время у нас еще есть и кандидаты на должность главы города обязательно появятся. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте! Безусловно, они еще появятся. Сегодня мы продолжаем наш разговор, начатый в прошлой передаче, о выборах главы муниципального образования город Архангельск. Что об этом думают люди? Мы выбрали самые актуальные цитаты и самые интересные на сегодняшний день. Ольга Кононова, сотрудница областной библиотеки имени Добролюбова, говорит, «Мне кажется, что простые граждане не влияют на процесс выборов, и поэтому не заинтересованы в прочтении нового закона. Никто не знает, чем будет отличаться новая структура управления. Да, похоже, власть не заинтересована обсуждать с народом детали выборов. Чему все эти разговоры, если от нас уже ничего не зависит?» Ну, это мнение, на самом деле, подтверждается и федеральным опросом Левада-центром. На вопрос, понятно ли вам, в чем заключается различие между функциями ранее избираемого мэра и функцией главы администрации города, избираемого комиссии, ответы распределили следующим образом. Да, 32% понимают, нет, 59%. Ну, видимо, система пока еще довольно нова, и для всех жителей России, не только для Архангельской. И, вероятно, полное понимание придет уже только после нескольких циклов переназначений этих глав. Также интересно мнение областных депутатов, в частности, Александр Новиков. Он сказал, что он не верит в комиссионного мэра, так он называет мэра, который будет избран комиссией, и считает, что он так или иначе будет заинтересован либо от областной власти, которая будет продвигать своего человека, либо от депутатов городского совета, от бизнес-сообщества, которые будут отстаивать своего человека. Также он не исключает, что возможен и передел сферы влияния. Тогда будет опять наблюдаться ситуация конфликта между областной и городской властью. Высказался и бывший глава и мэр города Архангельска Павел Балакшин, сказал следующее. Конечно, губернатору нужен свой человек в городской администрации. На мой взгляд, годзиш – это хороший вариант, толковый, образованный. В общем, неплохой мужик, ну и мотивации у него будет. Ну, трудно не согласиться. Но также наши политики отзвучивают и других кандидатов. В частности, это и Василий Баданин, и Дмитрий Акишев, и Александр Нечаев. Эрнест Белокоровин сказал, что тоже не исключает возможность подать заявление на главу муниципального образования город Архангельск. Так что в ближайшее время, все-таки в комиссии, наверное, появятся заявки от желающих участвовать в конкурсе на главу муниципального образования. И в одной из следующих передач мы, наверное, уже обсудим конкретные фамилии. Да, которые явно появятся к тому времени. И программы, мы надеемся, появятся очень интересные по развитию города Архангельска. К слову, на одном из интернет-ресурсов у нас вообще побеждает кандидат Древар Просветленный. Ну, а мы тем временем вернемся к нашим результатам опроса, которые мы проводили в социальных сетях в течение минувшей недели. И следующие результаты мы получили. Сегодня мы хотим поговорить с вами еще об одной важной теме, тоже вызвавшей очень бурную дискуссию и резонанс, наверное, в нашем обществе, в том числе и в городе Архангельске. Это закон о миссионерской деятельности, который мы внесли с Александром на предстоящую сессию. Так кто же такие миссионеры и чем, собственно, вызвана такая необходимость и этот закон? Миссионер, по словарю Ожегова, лицо, посланное для религиозной пропаганды среди лиц иной веры или неверующих. Причина внесения данного законопроекта вызвана большим обращением граждан. Более двух тысяч подписей собрали жители Архангельской области, передали нам в областное собрание, областному прокурору, губернатору Архангельской области. Что беспокоит жителей? Что никому неизвестные, не показывающие никаких удостоверений, ходят по домам, ходят по квартирам, заходят в подъезды, обращаются к жителям со словами «Верите ли вы в Бога?», «А в какого Бога вы верите?», «Вы не в того Бога верите?» и так далее и тому подобное. Если не застают взрослых, то разговаривают с несовершеннолетними порой детьми. Детям задают такие вопросы. Обижают ли вас в семье? Если вас обижают родители, то у нас есть организация «Мы здесь все братья и сестры, приходите к нам, мы за вас заступимся, мы вас пожалеем, обласкаем и переговорим с вашими родителями, чтобы они вас не обижали». Люди просят оградить их от этого вмешательства в частную жизнь. Поэтому мы приняли такое решение внести закон о миссионерской деятельности, который заставит людей, которые хотят заниматься миссионерской деятельностью, в уполномоченный орган подать заявление, зарегистрироваться, показать удостоверение, от какой организации они будут заниматься миссионерской деятельностью, согласовать план своих мероприятий, после этого получить разрешение, и тогда они могут действительно встречаться уже с людьми. На самом деле федеральный центр, к сожалению, до сих пор не принял ни одного законодательного акта, нет ни федерального закона, никакого постановления, которое бы говорило и регламентировало как-то эту деятельность. Ну а вообще какой посыл? Есть какой-то от федеральных, я не знаю, институтов каких-то власти? Что они вообще предлагают в этой ситуации делать региону? Ну, самый главный посыл, который мы получили еще в 2012 году, это были слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, я позволю себе их процитировать. Как грибы растут и всякие избушки, где проводятся всякие обряды, где непонятно, что происходит, либо людей под землю загоняют. Что касается тоталитарных направлений деятельности, то это то, что представляет особую угрозу для общества, для людей. Государственные структуры и на региональном, и на федеральном уровнях должны подумать о совершенствовании нормативно-правовой базы, работы над этими направлениями и о практическом применении этих нормативных документов. Обязательно это сделаем. Таким образом, нося этот закон, мы фактически выполняем поручения президента. А я хотел бы дополнить, что по данным ФСБ, на территории Архангельской области действует 198 религиозных организаций, зарегистрированных, и 50 из них не зарегистрированных. Никаких механизмов контроля над деятельностью этих организаций мы не имеем. Большинство такого рода организаций финансируются либо европейскими странами, либо Соединенными Штатами Америки. Так в чего Бога нам предлагают верить? Не в нашего, а в американского? Ты как считаешь? Да, конечно, когда это все финансируется из-за рубежа, это нужно, конечно, останавливать и с этим что-то делать. Особенно, если знать, какие последствия этих сектантских действий мы потом видим. Это и переписывание недвижимости на руководство сект. Это втягивание несовершеннолетних в сексуальные отношения. Это бросание своих детей. Люди просто пропадают. Их потом никто не может найти. Они попадают в психиатрические клиники, отказываются служить в армии, отказываются своим детям и себе переливать кровь. В общем, доводят себя до просто ужасного состояния, вплоть до того, что кончается все это самоубийством. И это очень печально. Главное, люди теряют абсолютно критическое мышление. Они все, что им говорят, воспринимают за правду. В этот законопроект все традиционные конфессии поддерживают. Более того, мы не только защитим всех наших жителей. Мы защитим как раз эти традиционные наши объединения и религиозные организации, в частности христианство, в том числе и православную церковь. Мы защитим иудеев, ислам и буддизм, которые, в общем-то, представлены у нас в Архангельской области традиционные. В законопроекте будет прописано, что, чтобы ходить по квартирам, надо получить разрешение жильцов. Чтобы вести разговоры с несовершеннолетними, надо будет получить разрешение двух родителей. И, безусловно, я думаю, таким образом уже сами жители будут принимать решение. Общаться им с такой категорией людей или нет. А закончить мне бы хотелось передачу словами из Евангелия от Матфея, глава 7. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Ну и в заключение, по традиции уже, мы бы хотели запустить новый опрос в наших социальных сетях. В этот раз он выглядит таким образом. Как вы считаете, нужно ли законодательно взять под контроль деятельность миссионеров в Архангельской области? Ну и три варианта ответа «да», «нет» и затрудняюсь ответить. Законопроект будет рассматриваться на сессии 21 октября. И нам очень важно знать мнение жителей Архангельской и Архангельской области. Поэтому пишите к нам, вы видите на экране телевизора адрес нашей электронной почты. И также, как уже сказала Катерина, наши странички в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго.